Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Проповедь из книги Лапкин Игнатий Тихонович, открытым окном, том 9, облако свидетелей. Послание к евреям, 11.32. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, и Эфае, и Давиде. Самуиле и других пророках. Сколько было мыслителей в мире, великих философов, ораторов. Их наследие люди изучают, учатся красноречию. Но те вопросы, которых они касались, умерли. Нет того государства, против которого боролся Катон. Нет тех врагов, против кого Плиний говорил пламенной речи, против кого сражался Демосфер. Но вот на арене появился еврейский раввин, презираемый всеми народами, но почитаемый в своем народе. И, наконец, он делается презренным и в своем народе. И он говорит о таких вещах, которые являются злободневными, живыми по сегодняшний день. Мы считаем сегодняшнее апостольское послание чтение служебное по порядку. И я ни одного места еще не нашел, которое касалось бы только тех, кому оно было написано. Как еретики говорят, если о бороде, так это о евреях. Если платки носить, так это конкоримпианам носить. Сектанты ничего к себе не применяют. Апостол Павел говорит, евреям 12.1. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Облако состоит из мельчайших капелек. И Павел перечисляет каждую капельку. Иди он. И безымянные тогда ходили, страдали, мучились вокруг себя, имея облако этих свидетелей, скажем. «Ты хотел бы быть маленькой капелькой в этом облаке». Вопрос этот он прямо каждому из нас ставит. Жившему в начале этого века, в начале первого тысячелетия и сегодня, в начале третьего тысячелетия. Поэтому свергни в себя запинающий грех. Единственное, что нам мешает войти в это число избранных грехов. А уж этого у нас достаточно. Но я скажу, не могу со львами бороться. Я не могу выпить яды, чтобы не умереть. Вчерашнюю пищу съем, меня это уже корежит. Какой же верующий я? Написано. Евангелие от Марка, 16 глава, 18 стих. Если что смертоносное, выпьет, не повредит им. А тут чужую обувь одел. Три года от лишая не избавишься. Но свергнуть в себя грех мы можем его выдавливать. Понимал это Антон Павлович Чехов, когда говорил, что он каждый день из себя по капле выдавливает раба. Вот это та самая капля. Надо заметить, что кто служит греху, тот в рабстве прихоти. И ему нужно его выжимать из себя. Сделали замечание сразу на анализ. Если ты женатый, то тем более с женой. Скажи, как так в самом деле? Мы являемся членами тела. Палец, поланга на пальце, ноготь. И все нужно. Как же так я сумел себе поставить, что в общине я никто? Какое бы дело ни делалось общее, меня нигде нет. Мало того, я позаботился, чтобы и не было. На будущее телефон вырву под видом того, что мешает спать ребенку. Внуку мешает спать. То есть разные такие. Ты бы поставила примочки, чтобы тебя можно было на улицу искать по звонку. Как в Потеряевке. В огороде Лена работает, и вдруг телефонный звонок раздался. Чтобы случаем не прошел мимо меня человек, ищущий меня. Одно время, когда я жил на второй строительной, в те годы еще не была развита так преступность. Жили же мы на проходном дворе. И заботились так, чтобы никто мимо нас не прошел. Если он к нам путь держал, чтобы как-либо не застал дверь запертой. Я никогда, выходя из дома, не закрывал ее. Ключа вообще не было. А лежала только на столе записка. Где что поесть. Почему? Так посторонние. Правила. Но у меня могут друзья приехать. Посторонних стерпим. А если придет друг издалека, да и уйдет от меня голодным. У меня все время дверь была открыта. Куда бы я ни ушел. Не надо было ворам искать. Под половичком ключик. Или под дверью. Вообще дверь открыта была. И все удивлялись. Как вы живете? А сегодня мне встречается бродяга и говорит. А помните, вы тогда-то, да я у вас был. Да у вас этажи, да стеллажи еще где спать. Был такой у меня период времени, когда я прочитал об этом в книге «Отверженные». Виктор Гюго. Он говорит. Дверь врача не должна закрываться. А дверь священника должна всегда быть открытой. Меня это так тронуло. Не могу сейчас этого сделать. Потому что я останусь один. И никакие врачи меня уже не вылечат. Если все откроют. И священник мне нужен только отпевать. От меня будет уже. Он будет уже меня. Если я для всех буду держать также дверь открытой днем и ночью, понимаете меня кое-что в жизни. Но, однако, апостол Павел, не моим умом исследуемый, а величайшими людьми, назван корифеем мысли. В каком порядке слова у него стоят? Как он касается всех насущных вопросов? Как он просматривает будущее туманное? Когда еще только два через тусклое стекло проглядывается. Когда едва через тусклое стекло проглядывается. А он уже знал, что это будет. И вот он начинает перечислять героев веры. И я попрошу вас сегодня. Вы будьте среди тех, о которых он говорит. Мысленно хотя бы. Итак, Евреям 11.32. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать. Когда дохожу до этого места, то всегда удивляюсь. Павел везде старался время экономить, только для проковеди. Нужно запомнить, что всегда нам нужно торопиться. Всегда и непрерывно. Но нельзя торопиться только на молитве и при чтении Слова Божия. Почему на молитве нельзя торопиться? Надо сосредоточиться, вникнуть в каждую мысль и уметь слушать, сказать и послушать. Что на сердце Бог положит. Не пустословить. Потому что молиться и с детьми возиться, это моя покойница. Мать говорила, самое трудное дело. И кто возится, знает, как непросто из-под ребенка убрать. Но в него заложить доброе, святое еще труднее, чтобы потом из-под него не убирать преступления, не носить передачки в тюрьму, чтобы все самое лучшее вложить в него и молиться за него. И Павел начинает перечислять. Мне не достает времени. Павел, ты для меня, ты для этого живешь, чтобы во время и не во время проповедовать. Но он говорит, тут я коснулся такой темы, где я утону. У меня даже ни времени, ни бумаги, ни хартий, ни пергамента не хватит. Представьте, что он начал бы перебирать святых тогда. А сейчас-то 1173 биографии только в житиях всего подня. А о Серафиме написали 51 страница в житиях. Да не хватит времени никакого. Павел как будто это знал. Хотя тогда можно было перечислить подвижников веры, когда он говорил об этом. Потому что был только Ветхий Завет. Больше ничего не было. Но не достает времени. А у нас получается так, что встретились, а не о чем разговаривать. Письмо писать о чем? По телефону просто болтать. На это и время есть и красноречие. Если бы вы только заговорили о Господе Иисусе Христе, то если бы всю воду на земле сделать чернилами, а все вот эти листики на земле сделать бумагой, и тогда не хватит времени и места описать то, что сделал для нас Господь. Иоанна 20.31 Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Если бы разговаривали о Господе не только с посторонними, но и юноша, познакомившись с девушкой, завела божественный разговор, а сейчас через три минуты разговор закончился, надо обнять, обнял, а дальше понятно, что уже дальше идти надо, а уже завоеванную позицию сдавать не надо, она неинтересная. Если бы знали духовное, только тронул, а дальше как тебя Бог благословил, какими путями ты шел, какие ли вы встречались, и как Господь чудно заградил уста. Кто читал про отца Арсения, помните, как уже нож занесенный остановился, и пока мимо отца Арсения не прошел, все стоял с ножом злоумышленник и трясся. Я вам рассказывал этот случай, как Бог заграждает уста львов. Это рассказывает один пастырь. у него на отдалении, когда только начали строиться новые деревни, их там посещал свой духовник, и однажды он мимо проезжает на двуколке на лошади из одной деревни в другую, а тут надо отворачивать почти шесть километров. Лунная ночь. Он и подумал, я поверну к ним, а зачем? Я был два дня назад там, в них все хорошо, но душа беспокоится, повернул и поехал. Доехал, тишина, обошел вокруг ни звука, и стоит открытый сарай, как у нашего Игоря Барабаша, у него все открыто. Он зашел туда и начал молиться, Господи, если что-то ему угрожает, останови эту преступную руку, чтобы она не могла повернуться на чад моих духовных. Преклонил колено и поехал. Ему пришлось после работать много в тюрьме, в лагерях. И однажды к нему подходит заключенный и говорит, скажите, а вот в этом районе вы были в Алтайском крае? Он говорит, был. В такие-то годы я служил. В такую-то деревню не заезжали ночью? Заезжал. Преступник показывает правую руку, парализованную, отсохшую. Вот в ту ночь я пришел убить хозяев и завладеть их имуществом. И когда я услышал, что кто-то подъезжает, я зашел в сарай в тень. Я поднял нож и думаю, что если кто-то зайдет сюда, сразу зарежу. Но вы только вошли и стали молиться. Да отсохнет та рука. Как я почувствовал, как началась дрожь в руке, холод. Я руку мою не мог повернуть к себе. После этого я попался на другом деле, и теперь сижу здесь. У меня не хватает времени вам рассказать, что в жизни моей встречалось. Миф Павловой, живите жизнью, которая идет по стопам, по следам Иисуса Христа. И вы припомните такие трогательные истории, сколько вы перенесли, сколько ваши родители претерпели. Вот у нас живет баба Дуся Потеряева, раскулаченная. Какими страшными дорогами они прошли, что не успевали родных ханить. В снег просто складывали штабелями, а она осталась живая. И апостол Павел говорит, у меня не хватит времени перечислить все милости Божии на других людях. Запомните, что у нас не хватит времени, если мы начнем перечислять, что сделал Златоуст. Господи, эта сиротинка, когда отец, секунду у него умер, и мать, и ее был, он воспитан так. Если бы мать сказала, сделаю из него хорошего юриста и безбожника. Был бы какой-то юрист, Конни, но не был бы он Златоустом. И мы бы эти 12 томов не держали, не наслаждались, не читали здесь. Подумайте, кто около вас растет, какие дети, внуки, кто из них получится, подобие их родителей, блудников, или это действительно будет человек-миссионер, свидетель, добрая семейная ячейка. Не хватает времени, чтобы повествовать о Гедеоне, перечисляет, да мы не можем водить войска, как Гедеон, а далее говорит, которые верой побеждали царство. Только в нашей общине сколько было процессов судов, оказывается, за нами очень внимательно наблюдают. Встречается помощница Даниилова и депутата коммунистки. А мы вам много помогали, когда вы нам помогали. То есть они нас убивали, а когда победа оказалась на нашей стороне, то и она теперь примазывается. А мы вам в те годы много помогали. Я говорю, скажите, чем? Ну, и ничего не могла сказать. К победе всегда будут прислоняться люди. Пораженный человек это соль выпрошенная, ненужная, даже в навоз негодная, хотя ленивый подобен воловьему помету. Но это еще хуже, даже чем навоз негоден. Не хватает времени, но они говорят, получали обетование. За что обетование? Бог обещал нам царство. Евангелие от Луки, 22 глава, 29 стих. Я завещаю вам, как завещал мне отец мой царство. Нам всем представьте, что сейчас мы вышли отсюда и до свидания, но обернешься, а ты в незнакомом городе, в незнакомой стране, не знаешь языка, ни родных, тут ни близких. Что ты теперь будешь делать? И какими глазами на этих бомжей посмотришь? Скажи, что бы вы стали делать? В первую очередь, я применяю к себе. Я бы напряг слух и стал слушать. Где-то есть люди верующие православные. Ох, дорогие православные, да хоть из московской патриархии, да какие же они хорошие. Да все они подают да всех кормят. Да если бы оказался такой покровский собор, да нужды никакой нет. Да все равно где-нибудь в старушке прикорнул бы. Да на праздник в храме на подручниках ночевал бы. Вот тогда мы оценим, какое облако вокруг нас этих свидетелей, которые незримо нас поддерживают. И он перечисляет, угошали силы огня. Самый сильный огонь похоти этой юности. Погаси этот огонь, а я не могу. С помощью Божьей Бог подаст силу. Удержись, иначе сколько тебе придется страдать, что ни конца, ни края нет. А Бог ведь дает силу. Не от тебя зависит, посватывается к тебе или нет. Как Богу угодно, но Богу угодно, чтобы ты никогда замуж не вышла. И ты с этим согласись. Почему ты Богу назначила сроки, а не бесконечность? Иудив 8, 11, 18. Они пришли, и она сказала им, выслушайте меня, начальники жителей, ведь вы неправо слово ваше, которое вы сегодня сказали перед народом и положили клятву, которую изрекли между Богом и вами и сказали, что сдадите город нашим врагам, если на этих днях Господь не поможет вам, нам. Кто же вы, искушавшие сегодня Бога и ставшие вместо Бога посреди сынов человеческих? Вот вы теперь испытуете Господа в себе жителя, но никогда ничего не узнаете, потому что вам не постигнуть глубины сердца у человека и не понять смыслов слов мысли его. Как же испытываете у Бога, сотворившего все это, и познаете ум его, и поймете мысли его? Нет, братья, не прогневайте Господа Бога нашего, ибо если Он не захочет помочь нам в эти пять дней, то Он имеет власть защитить нас в какие угодны ему дни, или поразить нас перед лицом врагов наших. Не отдавайте же в залог советов Господа Бога нашего. Богу нельзя грозить как человеку, нельзя и указывать ему как сыну человеческому. Посему, ожидая от него спасения, будем призывать его к себе на помощь, и он услышит голос наш, если это ему будет угодно. Вот у меня победа в судах над коммунистами за этот дом была только через 11 лет, и меня все долбили и долбили. «Да какой ты верующий, не прощаешь коммунистам, прости им, они теперь другие, они теперь переродились, а где бы я теперь молился? А теперь мы здесь благодарим Бога и Его, это облако свидетелей, которые впереди нас прошли и говорили, бороться нужно до конца. Христианство стояло на грани исчезновения, тем более православные во всем Константинополе на 400 церквей за православными оставались только одна домовая, молились в домах, вот как мы, уже все знали, адвентисты все заполонили, все еретики всюду, одни протестанты, сплошная победа еретическая, ничего подобного, там еще Афония постарается, бегает мальчишкой, он будет Афанасием Великим и он скажет всего несколько слов и один за другим будут дезавуировать свои подписи архиереи и встанут на православную сторону, вчерашние принадлежащие к сергианству в московской патриархии. Бог силен все это сделать. Не надо заранее складывать оружие, нужно до самого последнего момента бороться. Бороться и надеяться, бороться и благодарить, бороться и ожидать победу. И далее угошали силы огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, узы и темницу. Это уж как бокс подобит, особенно сейчас, во время демократии, во времена такой свободы искусственное гонение на христиан ты не создашь. Пойду вот я сейчас губернатору и скажу, посади меня, я хочу иметь такую награду. Да пошел ты отсюда, выгоните этого дурака, больше он ничего не скажет. А тогда, как бы я не прятался, как бы не хотел скрыться, но меня все равно загребли. А будет время, что нас будут искать, как после четвертого указа деклетиану. Было дано указание, где бы кто не встретил христианина, то бей тем, что у тебя есть в руке. И допросов не было ничего, только одно. Верующий, верующий, что у тебя в руке ведро, пошел за водой, то бей его пустым ведром. Бедон с молоком, бей им. Христиане это враги, это исчадие ада. Такими объявили их, так говорят жития святых. Если бы император деклетиан, когда объявил этот дикт, понял бы, что это судороги издыхающего чала и язычества, как только объявили такое лютое гонение, истинные христиане сразу сказали. Язычеству пришел конец. Нормальные люди так не поступают. У нас защиты нет. Теперь впереди один Бог становится. С Богом был до этого, а теперь один Бог делает. Бог гордым противится, и Бог сокрушил их в конец. Уже где-то Костя подрастал, будет Константином великим, и он сокрушит все рога нечестивым. Четырех соправителей всех до единого разобьет на голову и не пощадит даже зятя своего восставшего Ликиния. Были побиваемы в кожах. Такое у них одеяние было красивое, терпя недостатки. Ах, вот это у нас уже есть. Да язык квартиру сколько берут, везде недостатки. еще и коммунальное хозяйство начнут выправлять. Оно в катастрофическом состоянии. Говорят, то наложат дополнительные налоги. Кое-где увеличили в три раза уже оплату. Действительно, недостатки. Слава Богу, удостоились. Скорби, озлобления. Этого нам тоже хватает и от соседей. То зальет сверху, то подожжет снизу. Те, которых весь мир был недостоин. Вот характеристика и стоимость. Особая шкала у Бога. Мы говорим, а люди над нами смеются. Кто это такой? Посмотри на себя, в какой дирюжный костюм одетый. Да посмотри на свои валенки, трехэтажными заплатами подшитые. Кто ты? А ты внутренне знаешь, что есть еще один реестр. Есть только тот, кто ценит по нему, по своему божественному преискуранту. И он знает нашу цену. И он причислил нас к пророкам, апостолам, гонимам, которых весь этот город не был достоин. Почему? Потому что искупленное чадо стоило жизни Сына Божьего, сшедшего с неба, скитались в вере. То есть о них можно сказать одно точно, что они имели веру. Не знаем, какой рост, семейное положение, болезни, статус. Мы точно знаем, они засвидетельствованы. У них в метриках записано верующий. Сейчас у нас нельзя этой записи ставить государственный закон гласит не указывать вероисповедания, чтобы меня где-то не прищучили и не стали гнать. А у них у всех было записано, подтверждено, это верующие. Вот чего нам надо добиться. Нам нужно знать только одно, с Иисусом мы или нет. Когда нас на допрос повели, когда на допрос повели апостолов и Деяния апостолов 4.13 Видя смелость Петра и Анна, приметив, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись между тем, узнавали их, что они были с Иисусом. Враги ничего не припомнили, где ученики Иисуса жили, а только одно вспоминали, а мы их с Иисусом видели. Один отрекаться будет, а другой укрепляться. Да, я был с Иисусом, Иисуса сейчас увидите, когда убивать меня будете. Деяние 7.55 Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидев славу Божию Иисуса, стоящего одесной Бога. Евреям 11.39 И все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного, строили, строили коммунизм и не получили ничего. Поэтому люди сегодня такие обозленные. Полную награду верующие, которые на небе еще не получили. Они только вошли туда, в награду, о которой Павел говорит, глаз не видел в 1 Коринфянам 2.9. Они не получили. Почему? Торжественные тогда будет собрание, когда все соберутся. Первые, которые умерли, они еще без награды. Но пока войдут последние, дверь закроется, и тогда при многолюдном собрании, при миллиардах спасенных, начнется раздавание наград. Чтобы не без нас они получили, чтобы большее число свидетелей было. Когда приятнее человеку, когда дают ему золотую олимпийскую медаль на стадионе или тайно вручили бы ему ее. Или когда показывают по телевидению на весь мир. Понятно, что честь и слава ему, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Мы говорим о нас. Павел еще награду не получил. Он ждет, когда Анна тут войдет. Тогда Татьяна туда взойдет. Он ждет, чтобы нам быть вместе с Ним и разделить общую славу. Надо идти все время как на верное, а не как на неверное. Просто так, что мы отстояли и ушли, есть книги, почитали и все. Я иду на небо, иду к моему Иисусу. Остановись, прикрой веки глаз своих и скажи, я иду к Иисусу. Он зовет меня, евреям 1140, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. И тогда все остальное покажется ничтожным, как будто небывшим, евреям 12.1. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетели, свергни в себя всякое бремя и запинающие нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Когда мы посмотрим, что они все удостоились, а гонители наказаны, тогда где окажется Саул? А где священники, которых доик и думеянин убил? Где Самсон находится? И Павел перечисляет, спрашивает иногда. Самсон его биография никого сегодня не украсит. У него только одно. Пил, гулял, да, как говорится, по бабам ходил. Больше ничего не было. Вся жизнь его развеселая была, да еще и дрался. Не нам судить, его слово Божие говорит, что он на небе, что он был верен Богу. Среди своих скитаний, блужданий по гаремам, по чужим домам он нигде не изменил Богу и любови и в конце концов принял страдальческую кончину. Он был в заключении, как святой царь Николай Второй. И вместе с собой он погреб столько, сколько при жизни не сделал. Быть может, молитвами нашего царя и рухнул этот коммунистический людоедский режим. Быть может, это единственный наш царь, который действительно перед смертью все выстрадал. Не просто, как Дмитрия отрока поразили, не успел и слова сказать, а у Николая было время раздумать. И он, как показывает в фильме семья Романова, говорит, я погубил вас. Я не должен быть царем. Я должен был заботиться о своей душе. Царь никудышный оказался. Если бы он хороший царь был, то он бы ввешивал большевиков. И мы бы никогда не узнали, что такое революция. Но он оказался святым. Взирая непосредственно, почему мы так должны поступать, взирая на начальника и совершителя веры. Слово начальник встречается на каждом шагу, но начальник веры, совершитель, который дает нам веру, Господь Иисус Христос. Ему слава была вовеки, но вместо славы он претерпел крест. И мы не можем получить то, пока не пройдем узким путем, пока не вкусим горести. Третья ездра 7.9 Если город этот будет дан наследству человеку, то как он получит свое наследство? Если никогда не придет лежащий на пути опасности. Слишком узкая тропа, по которой нужно пройти, пройти через огонь, чтобы войти в дарованный обещанный нам город. И это все мы узнаем из Писания Павла, написано две тысячи лет назад. И мы постоянно будем благодарить Господи, хорошо, что такой раввин обратился к Богу, что есть такой еврей, за которого мы благодарим Бога. И поэтому среди христиан не может быть антисемитов, потому что Христос еврей, Богородица еврейка, апостолы все евреи. Мы благодарны будем этой нации, которую Бог сохранил от уничтожения в пленениях. И молиться за нее надо, чтобы она обратилась сегодня к Богу. Они были христопродавцами, чтобы кровь, которую они накликали на себя, не потащила их всех в преисподнюю, чтобы масонские и сатанинские ложи их рухнули. И тогда, имея вокруг себя облако свидетелей, взирая на начальника и совершителя веры, мы будем иметь крепкую надежду и упование войти в Царство Небесное. Богу нашему слава вовеки. Аминь. Аминь. Спаси, Христос. Аминь. Слава, Господу, Историю. Спаси, Христос, за молитву и за проповедь такую хорошую. Храни, Господь. Вот Господь дал. Этих проповедей бы не было, если бы я окончал семинарии Академии. Как-то сказал, вы нападаете на священство, нападаю, когда сказал, что неправильно делаете, я не нападаю. Да вот, может, завидуете им, что не учились. Я говорю, мою душу никакой Осипов никто не корежил. Я Бога выпрашиваю. И вот так Господь позволил написать. Так это сохранилось только, кто-то подтолкнул. 1137 проповедей сохранилось, а может быть 10 тысяч ушли, никогда уже нет, в поездах. Ну, где бы не было, везде было проповедь. И в Сакиевском соборе, и в соборе Василия Великого. Это Бог так делал. Самое негодное взял. У меня нет образования ни религиозного, ни гуманитарного. И вот в одной этой проповеди они сегодня за 10 лет не скажут. Боятся. А у меня терять нечего. Я уже испытал это все. Как батюшка нынешний сказал, когда там подали за березки за эти. Так, Игнатий, пусть и идет, он уже все знает, что там. Вы нас не трожите. Ну, вроде юмора. Ну, благодарю, брат Михаил. Ну, все, вопросов нет. Ухожу в щадрулетку. Готовиться к проповеди суббота. Аминь. Али. С Богом. С Богом. Тушу. Все. Аминь. 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 Аминь.